ТРАССА 101 Приветствую! В эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Каждый третий водитель-нарушитель в Кировской области не оплачивает штрафы вовремя. По данным регионального управления ГИБДД, в январе и феврале 2017-го в отношении таких граждан было возбуждено более тысячи административных производств. Ответственность – увеличение суммы взыскания в два раза, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы. Госавтоинспекторы советуют автомобилистам регулярно проверять наличие штрафов на сайте госуслуг. ТРАССА 101 В ближайшее время Госдума собирается рассмотреть инициативу о введении платного проезда в пределах исторической части российских городов. Как пояснил один из парламентариев, такое будет возможно только после одобрения нормы местными депутатами. Об установлении платы, а также об ограничении движения городские власти обязаны будут информировать людей за месяц. ТРАССА 101 Volkswagen Touareg третьего поколения будет представлен ориентировочно в начале осени 2017-го года. Машину построят на иной платформе, которая также ляжет в основу Porsche Cayenne и Lamborghini Urus. Новинка получит бензиновые и дизельные моторы, а позже появится гибридная силовая установка. Среди изменений – более совершенные системы безопасности и новый информационно-развлекательный комплекс. Компания Mitsubishi начала прием заказов на обновленный пикап L200. Его минимальная стоимость – 1 миллион 779 тысяч рублей. Максимальная – 2 миллиона 399 тысяч 990 рублей. У автомобиля, в частности, изменили решетку радиатора и установили другие боковые подножки. В топовой версии подножка имеется и у заднего бампера, оснащенного видеокамерой. Добавлю, что в прошлом году L200 был третьим в списке самых покупаемых в России пикапов. Toyota Hilux на первом месте, УАЗ пикап на втором. ТРАССА 101 Российская автомобильная федерация просит закрепить в законодательстве понятие «классический автомобиль». То, что мы обычно называем ретроавтомобилем. Активисты считают нужным держать такие транспортные средства на особым счету. Например, выдавать специальные номера и предоставлять скидку по транспортному налогу. Статус классического авто будет присваиваться по результатам экспертизы с участием работников музеев и автореставраторов. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. ТРАССА 101